Подведены официальные итоги региональных и муниципальных выборов. Избранные депутаты и главы поселений приступили к исполнению своих обязанностей. Председатель территориальной избирательной комиссии Славянская Анатолий Чумаков вручил удостоверение депутата законодательного собрания Краснодарского края Виктору Чернявскому, который был избран по итогам единого дня голосования. Торжественная церемония состоялась 19 сентября в администрации Славянского района. Окружная избирательная комиссия решила, первое, признать выборы депутатов законодательного собрания Краснодарского края 7-го созыва по одномандатному избирательному округу номер 29, состоявшимся из результатов выборов действительными. Второе, признать избранным депутатам законодательного собрания Краснодарского края 7-го созыва по одномандатному избирательному округу номер 29 за регистрированного кандидата Чернявского Виктора Васильевича, получившего наибольшее число голосовых избирателей, принявших участие в голосовании. В Славянском районе в выборах приняло участие 47 101 избирателей. Из них 38 290 человек отдали свой голос за кандидатов в депутаты Виктора Чернявского, что составляет 81,45% от числа проголосовавших. Глава района Роман Сенеговский поздравил Виктора Чернявского со столь убедительной победой, которая была вполне заслужена его многолетним трудом на благо Малой Родины. Все вопросы местного значения, все вопросы, которые поступают от глав поселений, связанные с решением вопросов края и от наших жителей, и с подтоплением, и любые-любые вопросы, они вами решаются. Вы системный человек, очень порядочный, надежный, Виктор Сергеевич. Поэтому те наказы, которые вы получили, более 400 штук. Я надеюсь, что с этим же энтузиазмом, с этим же опытом, профессионализмом вы, конечно же, их выполните. Удачи, успехов, всего вам самого. Виктор Чернявский поблагодарил всех жителей Славянского района за оказанное доверие, отметив, что слова «дорожу вашим доверием» – это один из трех лозунгов, с которыми он шел на выборы. Второй лозунг – «Я человек команды». Ведь только совместными усилиями всех органов власти можно решить существующие проблемы и выполнить наказы избирателей. Секрет победы – это вместе делаем общее дело. Повторяю, люди сказали, что вы единая для нас власть, разбирайтесь внутри, мы в праве спрашивают, в праве помогают, в праве поддерживают, в праве надеются. Поэтому я благодарю за ту поддержку, за ту большую работу, которая проведена, за те годы продуктивной работы. Виктор Иванович, вам отдельное спасибо, всем заместителям районной администрации, каждому в отдельности, персонально главе сельской администрации и коллектива, всему населению Славянского района. Потому что, какие бы ни сложные были, разные были встречи по наказу. 110 встреч мы провели от мая до сентября, были разные по наказу встречи. Но все заканчивались тем, что боль за малую Родину, забота о завтрашнем дне, Славянский район должен быть лучше. Завершил свое выступление Виктор Чернявский словами «Впереди много работы». Это его третий лозунг. И действительно, в ближайшие пять лет предстоит сделать очень многое. Среди первоочередных задач – выполнить наказы избирателей, поступившие в ходе предвыборной кампании. Анна Монастаренко, Георгий Калинин, программа «События».